Вместо того, чтобы полностью уложить здесь зелень, вот как здесь, мне захотелось перейти вот на этот план. Окей. Берем, вытираем обязательно мастихин. Берем, у нас какой-то есть существующий растворчик. В него добавляем чуть-чуть оранжевого и получается светло-такой оранжевый, светло-охристый цвет. Вот, укладываем дальний план мастихинчиком. Движения у нас по форме идут. Берем более, увеличиваем контрастность и более так вот такими движениями укладываем. Где сильно выступает контрастность, убираем и переходим дальше. Чем ближе к нам, вот это самый ближний план, здесь мы кладем максимально чистые цвета. Максимально чистые цвета, это вот прямо с тюбика, прямо сюда и кладутся. Поскольку мы до них еще не дошли, у нас еще есть вот этот план, мы все-таки чуть-чуть цвета перемешиваем. Добавляем больше красниночки уже к нашему плану, к нашей красочке. И вот такими движениями, пока что тонкими, наносим, наносим, наносим и растираем. Дальше добавляем более темные цвета, это будет наша тень. Мы к этому раствору добавили вот наш синий цвет. Это будет тень примерно от дерева, как она будет идти. Пока все мы примерно укладываем. Тонким слоем. Более такую густую тень кладем, вот где-то в самых ближних к нам местах. Видите, пока все делается примерно. Потом, мне захотелось сейчас положить больше сюда листовое. Окей. Теперь берем, смешиваем более чистые цвета. Берем вот это, чуть-чуть в мою сторонку. Оно может нам пригодиться, может нет. Вытираем мастихин. Берем желтый. Берем синий. И получается, смотрите, какой яркий зеленый цвет. Это еще не конечный цвет, поэтому нам надо его чуть-чуть распаривать белым цветом. И укладываем нашу листву наших берез. Кладем маленький слой. Вот видите, сразу и тут какую-то зелень пустил. Вот захотелось мне что-то там и здесь. Примерно вот так вот. То есть работаем сразу по всей картине. Размешиваем более темную листву. Более темную листву. И уже подкидываем где-нибудь вот сюда броситься. Старайтесь делать замесы. Замесы немного краски, чтобы делать замесы просто почаще. Разные оттенки, чтобы у вас выходили на передний план. Чтобы картина была полна разнообразных оттеночков. Теперь делаем более фактурный слой. Берем желтинку. Берем голубую FC. Это уже будет почти самый передний план. Смотрите, какая она. Такая ярко-зеленая. И укладываем ее. Где вот нам кажется, что она должна быть. Вот здесь хочется положить. Здесь. Вот где-то вот здесь. Даже вот синий цвет у нас где-то появляется. Это хорошо. У листва разнообразная. Она играет на солнышке. Разными оттеночками. Вот так. Дальше захотелось чуть-чуть сделать вот этот средний слой у нас. Сейчас я чуть-чуть поближе перейду, чтобы вы видели. Вот смешал желтый и коричневый. И делаю такие вот полосы. Полосы такие делаются потому, что у нас играет солнышко. И оно отражает. Где много положил, там убираем. Хорошо. Теперь вот эти вот цвета. Вот. Это более темные цвета плюс охра. То есть получается более охристые цвета. Мы делаем наш замес. Берем синие, оранжевые. И берем нашу похру. Вот наш охра. Смешиваем. Получается такая темно-коричневая глубокая листва. Глубокий цвет. И наносим наш глубокий цвет, где он просится. Он очень просится вот здесь. Вот здесь где-то. Вот там много его просится. Вот тут он хочет заселиться. Вот так. Потом такой же цвет, но более светлый. Хорошо размешиваем. До однородной массы. Вот видите? Однородная масса. И набираем на мастихин. Вот он просится вот сюда. Поиграть на солнышке. Отразиться от солнышка он просит. И вот хочет вот сюда. Тут поблить. И вот здесь. И вот еще сделаем замесик. Вот это вот такая масса. Кажется, некрасивая. Кажется, ну куда она подойдет. Именно вот этим растворчиком красочки. Мы показываем, что у нас листва отражается от неба. Когда листва отражается от неба, она заряжается синеньким цветом. И мы это показываем. Покажем здесь, здесь, здесь. Вот так покажем. Где-то вот тут покажем. Вот так. Вот так. Хорошо. Теперь вот сюда. Опять мне захотелось перейти на этот план. Вот этот. Я беру, показываю солнышко. Убираем нашу красочку. Она, возможно, нам пригодится, возможно, нет. Вытираем начисто мастихин. Кладем нашу красочку. Добавляем чуть-чуть коричневиночки и, в основном, белильца. И укладываем вот такими прорезями. Прорезями. Вот нашу, нашу где-то так вот солнышко будет падать там. Где-то как-то вот так вот она будет отражаться. Где-то вот здесь у нас будет кусочек здесь. Причем, чем ближе к нам вот этот самый край, тем более краска будет чистая. И тем более ее надо положить большое количество. Вот смотрите. Вот. Я взял чистую краску и ложу вот так вот крупно. Видите, много беру. И крупно такими этими полосами кладу. Это так вот солнышко у нас так вот играет. Отражается. Так. Белиться берем. Чем дальше от нас, чем дальше от ближнего плана, тем более желтым мы разбавляем. Это наше солнышко более разбавленное. Более не такое контрастное. И вот здесь солнца много положили. А здесь вот оно, допустим, отражается. Как-то вот так вот. И, допустим, вот где-то вот здесь на листве оно отражается. Да? Почему нет? Проявляем наше разнообразие. И вот сюда. И вот так оно играет. И где-то даже оно играет вот здесь. Может, где-то вот такое есть. Листья, они же под разным углом падают в солнышко. И создаются разнообразные оттенки листвы. Дальше. Теперь у нас вот здесь самые темные места есть. Видите, листвы. Мы берем наш... Я называю его голубым. Смешиваем с красным. Получается темный цвет. В него добавляем оранжевый. Оранжевый. Получился почти черный цвет. Настоящий черный цвет мы не используем никогда. Добавляем еще желтый цвет. И вот такой темно-темно-коричневый получился у нас цвет. То, что надо. И тонким слоем поверх этого укладываем. Такими рваными мазочками. Рваными прямо вот. Вот так. Хорошо. Где положили много одним мазком, сейчас я кладу много. И потом его разбиваю на более такие... На более тоненькие штучки. Фрагменты, как я их называю. Берем красочка, которая у нас есть. Которая уже здесь была. Делаем другой замесик. И добавляем. Добавляем к нашей листве. Обогащаем ее. И стараемся класть по форме наших деревьев. Вот так. Хорошо. И вот смотрите. Наш синий цвет почти весь куда-то ушел. Спрятался. Видите? Мы его освобождаем. Где мы его сильно съели. Вот тут мы его съели. Убираем его. Вот тут сильно съели. И вот тут сильно съели. Мы его достаем опять. Видите, как я достаю? И чуть-чуть прикрываем листой. Вот тут достали. Где достали, мы его чуть-чуть докладываем, может быть. Даже обберем пальцем, докладываем. Это более точное движение получится у нас. Вот сюда. Доложили. И опять прикрываем нашей листвой. Очень полезно отходить и смотреть сдалека на картину. Я заметил, что мы сильно съели белое небо. Оно у нас практически не выглядывает. Белые кусочки. Мы берем мастихином, убираем излишки. Вот здесь я съел небо. Вот здесь я съел небо. Здесь много неба съел. Убираем. Здесь где-то небо съел много. И здесь много небо съел. И чуть-чуть докладываем нашу зелень. Так. И вот так. Где-то делаем чуть темнее. Но все небо не перекрываем. Оно нам очень надо. Где-то берем... Делаем наше небо. Усиливаем. Тоже кладем очень тонкий слой. Вот видите, получилось коричневое небо. Оно нам не подходит. Мы его убираем. Вот так мастихинчиком излишнее небо убираем. Убираем излишнюю листву. То есть... А поверх ее кладем... Ту листву, которая нам надо. Более темненькую положим. Так, включим нашу камеру. И кусочки такой темной листвы положим. Вот так. Главное, чтобы небо у нас чуть-чуть просвечивалось. Здесь, здесь, здесь положим. Так они свисают, штучки эти. Вот. Тут сделаем. Тут. Тут. Тут сделаем. Вот так. И вот так вот сделаем. Кроме того, я когда отошел подальше, я заметил, что вот это у нас сильно желтое. А надо более коричневую сделать, более насыщенную землю, что ли, так вот, чтобы у нас получилось. Мы берем охра золотистая и берем чисто ее вот целиком вот так вот и кладем. Толстым слоем. Где-то подмешиваются соседние красочки. Вот так. Передний план это любит. Берем оранжевую нашу. И добавляем ее. Вот так. Теперь берем более красненькую и смешиваем с оранжевую. Вот такая почти красный цвет получилась. Нормально это нас устраивает. На самый передний план кусток кладем. Вот так вот. Хорошо. Теперь настала очередь наших деревьев. Как вы видите. Деревья мы березы сразу рисуем темными. Потом идем на высветление. Берем к синему, добавляем фиолетовый и добавляем наш красный. Собственно говоря, то, что есть на палитре, то и добавляем. Получился темно-темно-фиолетовый. Окей. Ну и примерно, как идут у нас деревья, сильно не мудря, мастихином их укладываем. Укладываем сразу их тонко. Чтобы потом можно было их расширить. Тут дерево, тут дерево. Сделаем. Пока все делаем примерно. Дерево вот здесь делаем. Чем дальше деревья от нас уходят, тем менее интенсивный свет. То есть цвет нам нужен. Ну где-нибудь вот здесь делаем дерево. Сразу, видите, они у нас темненькие делаются. А потом пойдем на высветление. Теперь у нас уже ждут более дальние деревья. Они менее ярко выражены. Добавляем чуть-чуть синевинки и чуть-чуть добавляем белинки. Так сказать, синего и белого. И рисуем наши деревья. Дальше, которые идут. Ну вот тут у нас дерево стоит. Вот так. Больше берем белинки. И, видите, чуть-чуть на кончике. Видите, чуть-чуть. И этим кончиком мы и рисуем наши деревья. Чуть-чуть линия. Вот и мы рисуем. Ну вот тут дерево пустим еще, да? Хорошо. И пустим еще дерево где-то вот там. Вот так оно будет. Вот так. Излишки убираем. Краешка мастихина. Окей. Теперь. Я советую вот после того, как вы примерно нанесли деревья, отойти и посмотреть, как они выглядят. Если что, мы подправим. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Единственное, надо чуть-чуть вот это дерево уточнить у нас. Более его фактурным сделать. Это первое. Второе. Вот возле дерева все убрать. Чтобы нам не мешало. И... Идем на утолщение деревьев. Деревья, которые ближе нам, толще. Которые дальше, они все меньше и тоньше получаются. Используем этот закон. Сделаем это вообще толстое дерево. Ну, к примеру. Так. Потому что оно ближе к нам стоит. Вот то сделаем чуть поменьше. Вот, видите, излишек краски. Его убираем. Затерли. И опускаем наше дерево. Как оно тут и было. Кроме того, палец у нас очень хорошо рисует. Не забываем, что это у нас хороший инструмент. Который нам помогает рисовать. Берем синенькую и берем красненькую. В равных пропорциях у нас получается вообще черный цвет. Практически черный, но это не черный. И более ближние деревья у основания березок. Вот так их наносим. Основание берез и вот эту сторону. Правую сторону, потому что с левой стороны у нас падает солнце. Толстым слоем, прямо не жалеем. Смотрим, как они примерно у нас вросли в землю. Вот так вот. Где-то и вверху тоже проглядывают черненькие. Окей. Излишки убираем. Дальше. Пустим тенью. У нас еще есть тени. От берез вот одна тень идет. Вот так примерно. Вот там еще идет тень. Вот там где-то тень идет. И самая большая тень идет вот от этого. Вот от этой березы. Большой. Вот она такая. Прям аж насыщенная тень. Вот так. Отойдем. Посмотрим. Ну, примерно, примерно нормально. Где-то добавим чуть листвы. Выдавливаем белило. И будем делать на наших деревьях. Желтинку берем. И будем делать светлые участки на наших деревьях. Взяли белило. Чуть-чуть желтинки и чуть-чуть сиреневиночки. Чуть-чуть. Получился такой теплый цвет. Берем чистую гряпочку. Та уже выпачкалась. И мастихинчиком наносим на наши березки. Сразу наносим на наши передние березочки. Возьмем еще желтиночки. Вот вы видите, из-за того, что у меня был на палитре зеленый подмешан. Краска смешалась с зеленым. И получилось лишь бы что. Это лишь бы что мы доложим в нашу листву. Вот. А замешаем для наших березок новый растворчик. А вот для листвы это будет супер. Как говорят, то, что доктор прописал. Так. И вот сюда. Хорошо очищаем нашу палитру от всех красок и примесей. Прям возьмем тряпочкой. Протерем, потому что нам надо очень чистое место, чтобы красочки у нас не смешивались. Чуть-чуть сиреневиночки, капельку буквально. И еще больше беленького. И кладем, кладем, кладем нашу, наши березки. Где-то там дальних чуть-чуть попадает. И вот в основном вот эти вот. Все время вытеряем отряпочку. Не забываем. Там где-то березка будет. Вот там где-то березочка будет. Вот так. Теперь берем, делаем более холодный цвет. Это тоже будет типа белый цвет, но это будет более холодный цвет. И тоже вкладываем наши березки. В основном нас интересуют и летние березки. А задние мы практически даже и не трогаем. Задние они у нас будут более темненькие. Дальше берем наш черный, который мы замешали. И такими рваными движениями укладываем наш черненький цвет. Поверх вот этого вот светлого. Делаем еще один залез черненького. Так называемого. Берем синенькую плюс красненькую. Ну и коричневую возьмем. Добьем. И вот такими вот предкосновениями мастихина. Берем много красочки. Видите, много. Вот. И укладываем. Не жалея. Такими вот предкосновениями. Где-то и тем. Более дальним достается. Чуть-чуть тоже. Но на дальнем мы особо не кладем. Потому что они далеко от нас. И требуют меньше контрастности. Вот я решил еще утолстить дерево наше. Переднее то. Тени чуть-чуть добьем. Как-то оно вот так будет у нас. Вот так даже. И берем опять беленькую светленькую. Вытираем на супопоске каждого проходика. Теперь отходим. Опять. Опять смотрим, как, что у нас и где получается. И опять пройдемся черненьким. В пользу красного мы тоже сделаем. Просто нам надо разбить наши однородности. Березки. И вот так мы разбиваем. Вытерли. Не забыли. По стихии. И положим почти белую красочку. Но не белая она будет. Так. Как всегда. Так. Одну березку положили. И нам следующую. Ну вот так, к примеру, оставим. Тут можно долго работать. Поэтому пока остановимся на этом. Берем зелененький. И укладываем вот здесь. Тут у нас будет травка. И вот тут у нас будет травка идти. Да. Травку мы делаем сейчас нарядненькую. А нарядную тряпочку. Травку мы делаем. Желтенький берем. И чуть-чуть синенького. И у нас получается яркая-яркая нарядная травка. Берем мастихином. И вот ближние планы вот такими движениями украшаем. И вот с этой стороны положим травочку. Берем. Теперь возьмем тройник. Тройничок. Нальем его в баночку. Возьмем тоненькую кисточку. Кисточку обмакиваем в тройничке. И берем наш темный растворчик. Так. Вымокали. И теперь рисуем. Берем кисточку двумя пальцами. И ведем вот такие линии. Вот такие линии. Дальше. Еще сделаем. Это у нас веточки. Веточки у нас получаются вот такие. Всякие. Очень тонкими движениями делаем. Очень плавными такими. Еле-еле касаемся. Добавим в листву. То есть не в листву, а добавим несколько травок таких. Вот так. Вот такие вот. Тянем травки. И здесь травка есть какая-то. И здесь. Они все в разные стороны смотрят у нас. Вот так. Где-то здесь какая-то такая коряга торчит. Вот так вот. Вытираем нашу тряпочку. И нам надо дорисовать еще нашу зелень вот там вот. Она у нас вот так вот идет. Вот здесь более темный делаем. Загибается у нас берег туда. И вот так вот. Ну, наша задача, чтобы темное с темным не пересекалось. Поэтому вот так вот убираем. Видите, здесь легко мастихином доделывается. Помогается пальцем. Оно как будто так и было. Кроме того, хочется доложить вот прямо пальцем вот здесь вот более коричневый сделать, что ли. Сейчас я вам покажу. Прямо пальцем берем и докладываем вот здесь коричневинки у нас. Хочется просто вот так вот просится она, коричневиночка сюда. Только смотрим, чтобы слой был очень тонкий. И чуть-чуть мастихином убираем. Вот так. Берем, остреем мастихина. Прорезаем нашу травку. Подкладываем травку вот сюда. Вот здесь подложим травочку нашу. Вот она сюда уходит. Вот так вот. Вот там чуть-чуть что-то у нас такое. Вот травка какая-то. И мастихинчиком мы все вырисовываем. Я советую... Там, где у нас темный участок, возле темного, всегда ложить светлый. Вот так вот. Тут темный, возле темного светленький. Вот так вот. И поверх пускать чистый цвет. Чистый, желтый. Вот тут где-нибудь. Наверх пускать чуть-чуть зелененького. Где-то у нас травка будет здесь. И тут травка. Излишки убираем. Добавляем к оранжевому. Чистого оранжевого уже добавляем у нас. Вот здесь. Даже где-то вот такого. Теперь почти работа закончена. Я лишь хочу дополнить чуть-чуть... Чуть-чуть где-то акцентами. Небо. Небо у нас синенькое, красивенькое. И вытираем. Сразу же в тряпочку нанесли. И вытираем вот сюда небо. Вот там где-то прячется небо. Так, и еще чуть-чуть положим небо. Вот здесь хочет небо появиться. И здесь. И вот где-то там. И чуть-чуть небо прикрыть листой. Чуть-чуть. И вот здесь. И чуть-чуть выедаем мастихином участочки. Чтобы блестели на солнышке. И вот здесь. И мастихинчиком прорезаем чуть-чуть водичку. Так, делаем какие-то еще камыши мастихином, где-то их убираем. Так. 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 Последние штрихи наносим. Чуть-чуть выедаем. И последний штрих ставим порпись. Тоже мастихином. На примере данной картины я поставился максимально доступно максимально просто, максимально понятно объяснить, как от начала и до самого конца пишется картина. Если вдуматься, ничего сложного абсолютно. Вот на ваших глазах родилась картина. Все записывалось попутно на вторую камеру, как смешивались краски. Надеюсь, это видео окажется полезным для вас. Я, по крайней мере, старался выложить все свои знания и опыт, чтобы помочь вам в усвоении живописи. Что ж, друзья, будьте счастливы и здоровы. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok